Ух ты! Привет! Привет всем! Я в Петербурге второй год подряд в это же время. У нас здесь съемки сериала о вашем прекрасном городе. Называется 1703. Я думаю, вы понимаете, да? Связь названия вашего города. И мы так совпало, что мы решили, раз я уже здесь, то сделаем заодно презентацию. Поэтому спасибо большое, что вы пришли. Мы ограничены часиком, поэтому не будет от меня какой-то супер лекции. Да, я расскажу, что книга, о которой я не вижу никого в руках, но я надеюсь, что это приобрел. Супер! Немножко расскажу про историю создания. Дальше мы пустим микрофон и отвечаем на вопросы. У нас просто с места можно руку поднимать и спрашивать. Супер! Вообще хорошо! Это наша установка, поэтому не стесняйтесь встречаться в этой беседе. Отлично! Значит, у меня есть такой канал в теле. Кинокостюм для чайников. Я просто на съемочной площадке с раннего утра и от вас выеду обратно на съемочную площадку. Поэтому заговариваюсь. Кинокостюм для чайников. Может быть, вы знаете, да? Я его начинала сама для себя, как такой дневник. И мне казалось всегда, что эта тема не будет никому интересна. Ну и максимум наберется тысяча человек во всей стране, которые как-то имеют отношение к моде и кино, кино и мода. И поэтому для меня огромное удивление, что 5 лет спустя этот канал довольно-таки большой уже. Да? Там выше 20 тысяч. Да? Что-то там. 22, по-моему. И в какой-то момент ко мне пришло издательство АСТ. И сказали, ну раз ты уже ведешь канал и пишешь, в общем-то, во всем этом, может быть, мы и книгу заодно издадим. Да? Поэтому если вы давно читаете мой канал, вы некоторые истории знаете из этой книги. Что-то я уже писала, что-то я писала, то, что есть книги для кинопоиска и блупринта, потому что я пишу для этих изданий. Но тем не менее я решила, что эта книга должна быть интересна тем, кто давно читает канал, надо что-то новое привнести. И эта книга такая от меня шпаргалка всем, кто работает с визуальными кодами. Она разделена по главам, кто успел полистать. И это, наверное, главный плюс. То есть условно, если вы работаете с какой-то стилизацией, вы режиссер, оператор, даже сценарист, фотограф, стилист, и у вас, например, через неделю съемка в стиле 70-х. Вы открываете главу 70-е, смотрите, какие фильмы знаковые в тот момент влияли на моду, смотрите эти фильмы, и вот у вас такой будет модборд по этим 70-м. То есть в первую очередь шпаргалка. В конце также каждой главы. Есть фильмы, про которые я не рассказываю в самой главе, но их классно посмотреть, если вы любите этот временной период. То есть если вы любите удивительную миссис Мейзелл, например, и любите 50-е, то в конце главы про 50-е вас ждет список фильмов про 50-е. Поэтому это такая история про работу с визуальными кодами для нас с вами. Для тех, кто не работает как-то вообще в профессиях, связанных с индустрией, с фэшн, и с кино, мне кажется, эта книга тоже интересная. Я очень старалась писать ее простым языком, не заумничать. Потому что это просто с точки зрения образования хорошая история. То есть если вы хотите разбираться в предыдущем веке, в 20-м веке, то через моду и кино тоже здорово разбираться. Потому что моду и кино напрямую зависят от политики, от экономики. И когда я пишу про 20-е, я, конечно, говорю о том, что это время после Первой мировой. И это важно. Первая мировая изменила вообще силуэт, изменила моду. Когда я пишу про 60-е, 70-е, я, конечно, пишу про сексуальную революцию, что меняются, опять же, нравы. Это влияет на длину юбок, это влияет на то, что выходит в кино. То есть это еще и книга просто о предыдущем веке. Что-то я еще хотела важное сказать. А, и мы с издательством, да, такой немножко убегая вперед, да, скажу, что там в этой книге только фильмы, но мы посмотрели на, в общем-то, хорошие продажи этого издания, и мы будем делать к новому году книгу «Мода и сериалы». То есть в этой книге нет сериалов, я уже сделала себе список и будет «Убивая Еву», «Друзья», «Секс в большом городе», «Острые козырьки», да. То есть все, что мы с вами любим, все это будет. Отдельно будет про ситкомы, отдельно будет про какие-то модные сериалы, которые влияют на нас с вами. Отдельно будет про молодежные сериалы, «Эйфория и секс-эдюкейшн», да. То есть это будет похожая какая-то история, но про сериалы. Я даже думаю, что на обложку я помещу Виланель, тоже в розовом платье, да. Кто «Убивая Еву» смотрел, знает, что это за героиня, и будут так мычаться обложки, да. Вот, собственно, такое вступление, которое я хотела вам рассказать, быстренькое. А теперь давайте ваши вопросы. Анна, спасибо большое, дорогие друзья. Пожалуйста, у кого появились вопросы, не стесняйтесь, поднимайте руку, и сместно можно будет спросить, то, что интересует. Да, пожалуйста. Мы хотели, честно говоря, следующую книгу делать не моды, а сериалы, а советские фильмы, потому что у меня есть лекция отдельная про советские фильмы. И я в конце февраля ездила на фестиваль Башмета в Сочи, как раз читала эту лекцию в рамках фестиваля, там был юбилей фестиваля Башмета. Но потом недавно вышла книга, значит, про Ольгу Ключинскую, художницу по костюмам советского периода. Ирина Живнева пропустила книгу, это потрясающая книга. И я поняла, что, наверное, я пока на эту территорию не пойду, потому что вот вышла суперклассная книга. То есть есть люди, которые в этом больше разбираются, потому что я, конечно, больше про современную историю. Есть мысль, что надо это писать, надо обязательно, но вот пока мы решили к сериалам прийти. Спасибо. Ещё вопросы, пожалуйста, у кого появились. Да, пожалуйста. Прошу эти, пожалуйста. Да-да-да. Девушка. Ну вот как раз 20-й у меня любимый, честно говоря, потому что такое многообразие силуэтов в 20-м веке было. Так часто сменяли силуэты, такого многообразия не было в предыдущих веках. И так как я по образованию не историк совершенно, мне сложно и неинтересно отличать 1730-й от 1760-го. А вот просто 30-е от 60-го я с удовольствием отличу, потому что это абсолютно разные силуэты, просто диаметрально. 30-е очень буританские между двумя войнами, закрытые силуэты, длинные юбки. 60-е очень открытые. У шли бюстгальтеры очень короткие юбочки. А что там было, не знаю, в 1630-м неинтересно, честно скажу. Поэтому современно, я и в кино больше люблю современной одеждой работать, как художник по костюмам. И изучать мне интереснее 20-й век. Спасибо. Еще вопросы, пожалуйста, у кого появились? Да, пожалуйста, прошу эти. Какой был у вас любимый проект как бы художника по костюму, который очень понравился? Смотрите, привет. Я пришла в кино из стилизации, то есть я работала стилистом, и я тот человек, который в какой-то момент решил, что слишком хорошо мне живется на свете, потому что профессии стилист и профессии художника по костюмам, они очень разные, на самом деле очень разные профессии. Я преподаю у стилистов в Британке и у художников в Московской школе кино. Это абсолютно разный подход. Как стилист ты больше работаешь с брендами, это все больше работает на договоренностях, и на какой-то... Ты, конечно, устаешь, но это больше про чистые, аккуратные вещи. Про профессион-стилизацию, например. Как художник по костюмам, ты бесконечно какой-то грызи, пыли. Кто вчера видел мои сторисы или телеграм-канал, ты просто в 12 ночи ползаешь в дорогом тренче по какой-то брусчатке и грязью пачкаешь обувь актеру. И это профессия художника по костюмам. Я пришла из стилистов в художники, долго-долго переучивалась, потому что абсолютно разный подход. И мои любимые пока что проекты, это проекты рекламные, потому что у меня много рекламных проектов. Из последних зекурат, но вы не видели его. У меня есть для Касперского классный проект. Это рекламные проекты какие-то большие, сложные. Из киношных проектов у меня один полный метр с братьями Бресняковыми. Если вы смотрели «Изображая жертву» когда-то, Кирилла Серебренникова, это сценаристы. Они ушли в режиссуру. Мы сняли два года назад и сфор никак не выпустим. По социально-политическим, так скажем, соображениям у нас застрял тот фильм. И сейчас мы доснимаем сериал «Семнадцать ноль три». Для меня это пока что самый важный, любимый проект. Полгода я в прошлом году жила в Петербурге. С апреля по август мы здесь были, снимали. И вот сейчас приехали на пару дней, доснимаем. И очень надеемся, что скоро выйдет он. Понятно, что обычно последний проект – самый любимый проект. Очень надеюсь, что он выйдет и вам всем понравится. Спасибо большое, Анна. А про отличие работы художника по костюму и стилисты уже рассказали. А если сравнивать с дизайнером? Понятно, что того же самого пачкания обуви артиста не будет. Но все равно ближе ли все-таки дизайнера к художнику по костюму, нежели чем стилист? По-английски даже профессия называется «костюм-дизайнер». Костюм-дизайнер. Не артист, не костюм-артист, не художник. Это у нас художник-постановщик, художник по гриму, художник по костюму. Мы все художники здесь. Да, конечно, сильно ближе. И первые художники по костюмам, как вы это прочитаете в первой главе, там, Адриан, например, да, даже Эдит Хэт, они были ближе к дизайнерам, потому что они одевали в кино только див. То есть сейчас художники одевают всех. Да, даже вот у нас групповка пьяница, я ему глупую фактуру, да. Дизайнеры «Золотое» Голливуда и начальных каких-то проектов 20-30-х годов, они одевали только див. Всех остальных одевали какие-то костюмеры, да. То есть дизайнеры одевали, например, только Гретту Гарбо. Все, да, художники по костюмам будущие. Там только Дитрих, да. Адриан, если посмотреть список, это самый первый художник по костюмам в истории кино. У него там как раз Дитрих, Гарбо, Джин Харлоу, по-моему. Ну, то есть там просто дивы. Все остальные 500 человек в кадре, это не его стезя. Поэтому, да, они очень близки к дизайнерам одежды, потому что... Ну, вначале были, да. Сейчас это зависит от того, какая задача. То есть если мы говорим о костюмах для фильмов Уэса Андерсона, то художники по костюмам, обычно Глена Канонера с ним работает, она ближе к дизайнерам, да, потому что она прям создает новый мир, практически новые коллекции делает, да. И фильмы Уэса Андерсона, правда, влияют на современную моду. Например, Гуччи любит вдохновляться. Если мы говорим про какой-то фильм, например, Дэвида Финчера, где одежда вообще не играет значения, да, то там художник, конечно, к дизайнеру не близок совершенно. В общем, от задачки зависит. Спасибо большое. Да, пожалуйста, спрашивайте. Что вам больше всего нравится в презентации? Больше всего мне нравится, наверное, получать свежий сценарий и читать его и понимать, что он классный. Вот это вот первое ощущение, когда ты читаешь сценарий, у тебя возникают в голове образы, да, ни с чем не сравнимые, потому что я думаю, что большинство художников так это и работает, что при первом прочтении ты начинаешь видеть персонажа, как вы книжки, наверное, все читаете, да, мы так или иначе видим в голове себя каким-то образом этих персонажей. И потом то, что ты увидел у себя в голове реализовывать, вот это вот главная прелесть, да. Находиться, например, на съемочной площадке, я уже больше люблю, знаю, вообще тусовку, да, прошу прощения, когда классная команда, и вы время проводите вместе, то тоже весело, но это уже не про костюм, потому что уже все готово, ты уже все придумал, уже все отмерили, утвердили, да, и на съемках уже творчества нет. Ну, конкретно у моего цеха, да, у режиссерского, конечно, как раз творчество и актерского, у меня уже не творчество. Поэтому вот этот вот самый трепетный момент, когда ты распечатал себе сценарий, сидишь с цветными ручками, что-то себе выписываешь, задаешь сам себе вопросы, пытаешься понять характер персонажа, да, пытаешься там что-то себе, скетчи какие-то зарисовывать и нащупывать героя, вот это вот самое для меня приятное, трогательное. Потому что дальше уже какие-то технические моменты. Пошли в костюм, а сбор костюма, это уже немножко все в суете, да, это все, ты уже что-то делаешь в команде, а вот когда ты сидишь в одиночестве и погружаешься в мир сценария, вот это вот для меня самое приятное, наверное. Давайте. А бывало у вас на съемках в последний момент из подручных материалов костюм создавать? Была ты хочется? Очень много. Ну, обычно это называется подбор, да, и обычно я всегда помимо утвержденных заранее костюмов, беру еще примерно ровно столько же по количеству с собой в костюмерку, потому что часто история, вы ставите актера в кадр, да, и костюм, который работал при другом освещении, не работает здесь, да, не работает на персонажа, надо что-то срочно изменить, или не хватает детальки, или наоборот перегруз, или не смотрится силуэт, или игратор решил снимать, не знаю, средний план, а у тебя все классное внизу, там, не знаю, леопардовые брюки, на них строится весь образ, а оказывается их вообще в кадре не будет, да. И, естественно, надо срочно перепридумывать что-то. И это, кстати, часть творческой такой жилки на площадке, и наносит нас меняются режиссеры, и они говорят, у тебя загораются в этот момент глаза, ты всех материшь, но видно, что ты так, ну, включаешься, потому что какая-то появляется задача, да, потому что до этого, ну, все готово, ну, все. А тут надо что-то срочно из грязи и палок, да, так скажем, перепридумывать. Вот. Мы тут все взрослые, да, я так понимаю. У меня теперь сегодня не очень, да. Ну, я так аккуратненько скажу, что у нас сегодня выяснилось, ну, не выяснилось, мы знали, что у нас сегодня, значит, сцена любви, как бы, предполагается в кадре, но на площадке стало известно, что мы будем решать по-другому снимать, чем мы изначально планировали с режиссером. Вот. И мы покупали, это сегодня было очень весело, я ходила покупать носок и резинку для волос, чтобы надевать на детородный орган актеров. И такой задачи в моей жизни еще не было. Ну, то есть это очень-очень странно, но такие вещи очень бодрят, если честно, надо срочно что-то решить, как сделать так, чтобы актерам было комфортно, никого не смутить, да, все это снять. Вот. И ты просто, я просто сбежала в магазин, окей, покупала, просто хватала какие-то носки, и резинки для волос, и бежала обратно на площадку. Вот. А как вы, может, у вас там есть какая-то записная книжка, где вы как-то где-то собираетесь, какие-то приемчики, фишечки, как можно вот это вот где-то совместить в голове, чтобы человек, например, больной шизофренией будет выглядеть вот так, человек влюбленный будет в кадре, должен выглядеть вот так. Какие вот эти приемчики? Это такая большая библиотека насмотренности в голове. И на самом деле я пришла в кино, потому что я с детства, с раннего, я научилась сама читать без помощи годов четыре, и с того момента я все время либо в книгах, где надо, я визуал обсудим, где надо придумывать, да, дорисовывать себе персонажа в голове, чтобы эта история работала. И я очень много смотрю кино. До того момента, когда я начала работать в кино, я смотрела по три-четыре фильма в день. У меня довольно-таки большая насмотренность. И это такая, знаете, как Шерлок Холмс библиотека в голове, когда он там, особенно британский Шерлок Холмс, да, с Камбербэтчем, он прям показывает, чертоги разума это называется, да, когда он там ищет нужный файл, вот у меня это так же и происходит. И когда, например, вы встречаете режиссера и оператора, или там постановщика, у которого такая же насмотренность, очень классно работать вместе, потому что вы друг друга понимаете с полуслова. То есть там режиссер говорит, нуар, я говорю, Хамфри Богорд, шляпа. Там оператор говорит, да, в темноте будем снимать. Мы такие, все. Все остальные сидят, говорят, чего? Что произошло? А мы уже все понимаем, что мы поняли, что у нас будет трэч, мы будем снимать в темноте, мы будем делать там силуэт Хамфри Богорда, нам это все понятно. Поэтому мы такими годами разговариваем. И это, конечно, да, то есть это просто очень большая... Но я думаю, что в каждой профессии, у каждого человека, кто в профессии своей, специалист, есть эта библиотека навыков в голове просто. И все. Такие файлочки. И они на самом деле какой-то... Ты даже не помнишь, что ты это помнишь, да? Это просто такое... Хоп! Откуда-то? Ты вспоминаешь, что ты в 13 лет посмотрел мельком какой-то фильм с мехирургом из 80-х, где такое хоп! И всплыло, да? Что вот сюда это подойдет сейчас. Анна, скажите, пожалуйста, а как при такой огромной насмотренности было как раз отобрать то небольшое количество фильмов, которые вошли в окончательный вариант книги? Хотелось же, наверное, запихнуть намного больше, но... Хотелось, да. Хотелось, и начинно говоря, торопили. Вот. И я надеюсь, что будет потом расширенное издательство, да, и будут цветные фотографии, потому что мы, конечно, попали в этот момент сейчас сложный в Умагине, там, ну, в общем, много всего нет, да, и обложку я хотела, на обложке я хотела вообще кадр сбегущего по лезвию и проблемы с правами, ну, в общем, в контексте той ситуации, которая происходит, сейчас есть разные нюансы, да. И книжку я сдавала в попыхах, я, честно говоря, да, готова раза в два больше ее делать, но просто хотели посмотреть, как вообще будут реакции, да. У нас был первый тираж 2000 экземпляров, и он заканчивается, я так понимаю, не знаю, сколько у вас, но мне бесконечно пишут люди, что все, там книга закончилась, там закончилось, на Азоне нет, там нет... У аедок пока есть. Кто-то вчера из Петербурга не писал, забрал последнюю книгу в магазине, кто-то не писал, вот, поэтому вы нет. Я прошу прощения, я рискую не успеть на самолет, а Даша Гаденко очень просила лично сделать успех. У меня есть специальная ручка. Даша Гаденко – это большая подруга из Украины, которая сейчас в Черноборе живет, и я не могу не написать. Вы пока готовьте вопросы. Да, дорогие друзья, думайте над вопросами, которые можно будет еще задать в рамках встречи, и, собственно, у всех также после окончания официальной части будет возможность поучаствовать в автограф-сессии и подписать ваши экземпляры в книге при желании. Иди, спасибо. Добрый вечер. У меня такой вопрос. Я иногда разговаривала со стилистами, с коллегами и читала работа про кино, что, например, если здесь у этого героя брошь такого цвета и, допустим, у этой героини, там, не знаю, блузь какого же цвета, то, например, это какая-то символика, которая их объединяет. Или много ситуаций, когда это ссорится, выступает через себя, ругается, обрежается, там много всего, и костюм как-то отражает не просто время, контекст, там, подходит ему, там, по характеру, а еще какие-то связи между героями. И это вы делаете вы? Это делаем мы, конечно. И вообще это правда? Это правда абсолютно, это происходит в каждом фильме, в каждом хорошем фильме. происходит развитие персонажей, в том числе через костюм. Есть такое понятие персонажная арка, которая как бы должна закрыться к концу фильма, то есть у нас, например, был, мы очень любим смотреть эти фильмы, да, у нас есть Форрест Ганг, и он там преодолевает что-то и приходит к какому-то результату. У нас есть Раволта в лихорадке субботним вечером и вот абсолютного плохиша, он из черных костюмов приходит к финалу фильма в белоснежном брючном костюме с клешем, да. Таких преобразований очень много. Это вообще одна из основных задач по костюму преобразования героя. Это делается очень тоненько, очень тонкими средствами, чтобы это вы считывали на подсознании, но прямо, да, вам это никто не бросает в лицо обычно. И да, если персонажи в противоположных цветах, да, то скорее всего у них какой-то внутренний конфликт. Если у них цвета пересекаются, да, то у них, значит, объединение какое-то. Это всегда продумывается, помимо вот всего остального. То есть на самом деле разработать красивый костюм, да, это как раз к стилистам, да, это, ну, как бы, не хотелось сказать, не сложно, это сложно, конечно, да, подогнать костюм, чтобы он был классный. Но как раз почему я ушла из стилиста в художники, потому что у художников за всем еще костюмом кроется психотип персонажа, да. Мы костюмы фактурим, то есть мы не выпускаем чистые костюмы в кадр, да. Один из там таких примеров быстрых, которые проходят в голову, это доктор Хаус, я недавно на канале у себя писала, что у доктора Хауса мятые рубашки в сериале. Это очень важно, да, потому что герой не может ходить в выглаженных рубашках на площадке, ну, в кадре, да, он живет один. У нас был убежден на холостяк, ему плевать на правила, да, он никак не может быть в новых рубашках облаженных. Поэтому художница по костюмам накануне каждой смены стирала эти футболки и рубашки в машинке, так вот их комкала и спала на них, да, чтобы они такие высыхали, помятые. И это мы делаем постоянно, то есть это прям большая часть нашей работы, вот эти вот фишечки. Запачкать воротник, да, там, не знаю, что-то загрязнить, добавить какой-то нюанс. Очень часто об этом знаем только мы, да, вот, что мы там, например, в «Сияние» галстук Джека Николсона, такой зеленый, он абсолютно повторяет полностью рисунок лабиринта, где он в итоге умирает зеленого, да. Но это никому не приходит в голову, но художникам как бы приятно, да, то есть мы заложили что-то сюда еще. Во всех фильмах, в хороших фильмах это есть, абсолютно во всех, да, и через костюм закладываются очень важные вещи. Потому что мы с вами, опять же, не случайно так одеты, мы не случайно так пришли, да, чтобы так одеться, мы прошли определенный жизненный путь, определенное детство, определенный социальный, да, у вас статус. Ну, то есть это очень важный вообще момент, почему вот каждый из нас так одет здесь. И как раз художник это себе и продумывает. Я иногда прихожу к сценаристу и говорю, а какое детство у нашей героини, да, где она росла, да, кто ее родители, то есть что, какой у нее бэгграунд, потому что мне там, например, непонятно какие-то нюансы, да. Вот, так рождается костюм. Скажите, пожалуйста, а насколько часто визуальные послания, которые как раз зашифрованы, в том числе в костюме, не считываются видовым зрителям? Я думаю, очень. Они считываются на подсознании, я так скажу. То есть где-то там, да, становится понятно, например, что костюмы светлели, 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 и к концу героя пришел в светлом. И, значит, мы понимаем, что вот преображение героя, да, такой, в общем, у него ребут произошел, все, он возродился из пепла, да. Вот, но чтобы ни один зритель не должен сидеть и думать, почему там камера так выстроена, почему Тарантин нужен взгляд из багажника, что значит, когда герой смотрит с камеры сверху вниз, что значит снизу вверх, да. Потому что операторы уже тоже очень важные вот эти штуки, да, когда мы смотрим камерой, камера смотрит на героя, она как бы применьшает героя, его статус, да, значит, герой перед нами маленькая букашка. И наоборот, да, когда камера смотрит снизу на герой, значит, герой как бы важная шишка. У операторов тоже вот эти все истории есть, у световиков тоже, да, эти все истории есть, как высвечен герой, у грима тоже эти все истории есть, да. То есть мы все на самом деле все эти штуки делаем, просто не зритель не должен это, если вы не профессиональный какой-то кинокритик, вы не должны это рассчитывать. Просто фильм должен ему понравиться, либо нет. Вам не надо смотреть Гадара и Тарантино и думать, ага, вот сейчас как выстроили специально кадр, что они хотят нам сказать. Потому что нам, киношникам, это мешает, честно, что мы об этом думаем. Спасибо. Да, пожалуйста, спрашивайте. Анна, скажите, пожалуйста, вот когда вы делаете современный фильм, у вас есть какое-то предчувствие, что вот этот костюм, рубашка, галцук или твати могут зажить своей жизнью и пойти, как говорится, в народ и будут жить сами по себе? Я знаю, что все художники, у которых костюмы стали культовыми, абсолютно все говорят, мы не предполагали этого вообще. Потому что культовым костюм делает сам фильм и сам режиссер. До Квентина Тарантино и «Бешеных псов» 50 лет больше, 70 лет в кино режиссеры снимали белые рубашки и черные костюмы. Героя, которые одеты в черно-белые костюмы, бывало просто тысячи. Но Квентина Тарантино собрала вот эту вот банду, и вот когда они, я забыла название трека, когда они в начале фильма идут в замедленной, в рапиде, они идут в черных костюмах, в белых рубашках, в узких галстуках. Они идут по кадру, и все, мы хотим себе вот это, мы хотим так же одеваться, хотим так ходить на Хэллоуин, и все, это работает. Вроде простой костюм. Потом вышел Pulp Fiction, криминальное чтиво. Собственно, черные костюмы, они просто утвердились абсолютно уже в тренде. Это стало круто. То, что было просто офисным костюмом скучным, стало вдруг круто благодаря Квентину. И таких вещей довольно-таки много, да. Я думаю, вы сейчас можете не просто издавал называть, да, там, я не знаю, фильм Леон, да, чокер, короткая юбка на Матильде, да. Каждая старая девочка, в принципе, до этого в мире ходила с чокером, потому что это 90-е было модно, да. Чокер, короткая юбка, не то, чтобы кого-то удивишь, да, чокер такая полоска здесь. Но вышел Леон, да, и мы уже 20 лет косплеем, да, я прихожу на Хэллоуин, и по-любому на каждом Хэллоуине, каждый год, кто-нибудь косплеит Леону и Матильду, да. Ведь это очень простые образы, да, шапочка Бинни на Леоне и тренч. Поэтому всё-таки культовыми вещи делают герои, да, обладатели этих вещей. Вот, а можно сделать суперкрутое какое-нибудь платье, и оно никому не нужно. Поэтому... Подчеркиваете ли вы каким-либо образом семейные взаимоотношения героев скажут цветовой гаммы? Я повторю вопрос, да, да, я поняла. Я немножко уже на него отвечала, просто такой, подчеркиваем, я и, наверное, остальные художники, семейные взаимоотношения за счёт цветовой гаммы, да, правильно? Опять же, обращусь к сиянию, там, например, рубашки и вообще общая цветовая гамма мамы и сына, они очень сильно перекликаются. То есть, если мама в сине-красном, сын в сине-красном, мама в клетчатой коричневой рубашке, сын в клетчатой коричневой рубашке, нам Кубрик вместе с Миленой Канонеро, художницей по костюмам, показывают, что, да, мама и сын они едины. В то же время Джек Николсон их папа, да, пройдевшись с катушек, одет совершенно в другую цветовую гамму. То есть, да, это тоже важный очень момент. Сейчас вышли очень странные дела, там таких моментов тона очень много. То есть, там, во-первых, тона отсылок на кучу культовых фильмов 80-х, да, и оттуда они тоже подчеркнули вот эти вот взаимоотношения. То есть, если внимательно рассматривать, вы это увидите, да, художники очень часто это делают. Как раз объединяют семью за счет каких-то элементов, да. Чтобы показать гармоничную семью, мы, например, берем что-то немножко от папы, немножко от мамы, да, и, например, дочку одеваем в микс, да. Вот, чтобы показать там папину дочку, да, что дочка абсолютно папина, мы как раз берем и от папы берем какие-то вещи и трансформируем на, там, не знаю, девочку-подростка, да, и показываем, что папина дочка абсолютная, да. Потому что вы когда смотрите, вы когда включаете фильм, да, герои еще не договорили, вы еще не знаете их историю, вы не знаете вообще сюжет, но по внешнему виду, да, вы уже считываете. И если дочка с папой одеты, например, в джинсы и в похожие футболки, а мама при этом сидит в платье и в рюшах, они могут молчать, да. Но вы сразу поймете, что папа с дочкой на одной волне, а мама как-то вообще в другой стилистике, да, немножко. Видимо, какой-то есть конфликт в семье, да. Мы это все не осознаем, и повторюсь, зрители не надо это осознавать. Главное, если зрители это чувствуют, и все, да. То есть вы это почувствовали и дальше пошли. Анна, скажите, пожалуйста, а как удается выключать вот этот профессиональный режим, и удается ли, когда сами для себя в удовольствии смотрите какое-то кино, и мешает ли это, или получается абстрагироваться как-то? Получается, когда классный какой-то любимый продукт, любимый режиссер, я скажу, Финчер, Тарантино, Рюффен, ну, в общем, много у меня современных из пост-пост, из метамодернистов, так скажем, да и кубрик тоже. Я первый раз смотрю просто как зритель, да, а второй раз всегда пересматриваю уже с точки зрения, как это сделано, потому что я самоучка в профессии, как, собственно, как Тарантино говорит, я не ходил в киношколу, я не ходил, в киношколу я ходил в кино, да, его известная фраза. Вот, поэтому мне кажется, что если ты смотришь очень много фильмов, и ставишь на паузу, разбираешь, изучаешь, то, в общем-то, можно со временем как-то обучиться профессии, потому что это очень долго, я никому не советую, да, но тем не менее. Но у меня иногда получается первый раз смотреть в захлёб, да, а второй раз просто уже пауза, принтскрин, почему так, да, потому что я же ещё и преподаю, мне, конечно, надо всё это студентам рассказывать, да, а из-за этого мне приходится пересматривать много вещей и, в общем-то, разбирать это по составу всё, почему так сделано. А часто ли может быть такое, что первое впечатление от фильма положительное и отрицательное может достаточно сильно поменяться потом, после детального уже профессионального разбора? Нет, не было такого никогда, нет, не было. Спасибо. В обратную сторону тоже нет. Ну, тут такая история, я могу отдельно хвалить какие-то костюмы, да, бывает такое, что костюмы очень хорошие, фильм плохой, да, такое бывает, но это очень редко, вот. А в основном, если фильм плохой, то костюмы плохие. Ну, вот так, потому что если режиссёры, продюсеры, то есть создатели фильма, да, допустили такие костюмы, да, плохо сделанные, скорее всего, они во всём остальном тоже допустили плохую работу. Поэтому если обычно плохой сценарий, плохие костюмы, они рядом друг с другом идут, и плохая режиссёра, они вместе всегда. Ну, да, конечно, это тоже часть процесса, это даже не разногласие, да, это с оператором может быть только такое, что для него, например, слишком темно или слишком светло, да, потому что есть такое понятие, как горит, это белый в кадре обычно, он такой яркий, да, что он, ну, в общем, горит, да, он таким, каким-то световым пятном становится. А чёрный, он проваливается, да, потому что нету теней. Вот бывает операторы, что очень бросит, только белый, только не чёрный, да, такое. Ну, это я и так знаю, и я отдельно говорю с оператором, там, Никит, привет, у меня такая-то идея, я хочу там на героя чёрный тренчик, что ты думаешь, да, или там белый тренчик, да. Вот, поэтому это не внезапно, это я до того, как ещё купила и лишила, я обсуждаю заранее. А с режиссёром не бывает, и это абсолютно у всех бывает, это часть процесса, вот, и здесь мы обычно на компромисс идём, то есть если мы сработанный художник и режиссёр, да, мы друг другу доверяем, но, например, режиссёр смотрит и сомневается, говорит, ну, Ань, ну, не работает. Я говорю, да, идеально всё, он говорит, да, не работает. Мы ставим актёра в кадр, и я такая, ну, не работает, да, или наоборот, да. Я говорю, давай поставим в кадр, подожди, да, подожди, подожди, поставим в кадр, если что я переодену, переодену, не проблема. Мы ставим в кадр, он такой, да, смотрится, вот. И такое бывает. Ну, то есть это обычно, потому что у обоих замыливается взгляд. Когда у нас там в Петербурге, когда в том году снимали, у нас было 65 смен, из них 50 ночные, да, и когда ты, ну, ночные, это значит, что вы начали в 7 вечера, закончили в 7 утра, да, и график просто, ну, то есть у тебя вся жизнь просто, ты днём спишь, просыпаешься в 5 вечера, и это безумие. И через там 20 таких вот смен ночных, да, ты просто вообще уже не понимаешь, красиво, хорошо, плохо, тебе вообще ничего не понятно. И здесь как раз вот эта поддержка, да, что ты, ну, как бы, может быть и плохо. И классно, если режиссёра говорит, правда плохо, ну, как бы, тебе не кажется, это правда плохо, да, вот, ведь это важно. Поэтому мы друг к другу прослушиваемся обычно, то есть это классика, что либо там режиссёру не нравится, либо мне не нравится, и мы договариваемся. А бывает так, что актёру не нравится, или актрисе, ну, то есть она крайне наделает, да, да, да. Что тогда делать? Ой, у меня было как раз с этим сериалом связанный примером. Мы в Москве все делали, все приметки, чтобы не везти всю-всю одежду сюда. А у меня там просто такой состав серьёзный, там у нас Гош Куценко, Фоменко, Николай, это там вообще много кого, Паш Табаков, вот, и Роза Харулина, если вы знаете, кто это. Значит, и я посмотрела все последние работы Розы, они в точке зрения стиля примерно одидаковые. То есть до этого отгремел её стиль «Таня Долматовская дело» в сериале «Псих Розу». Я там классная такая Роза, я думаю, блин, ну не хочу повторять, придумаю что-нибудь другое. Я решила делать из неё такой «Арис Апфель», такие куча, я как раз люблю, много сложной одежды, огромные очки, гигантский аксессуар, она же очень маленькая, худенькая Роза. Я была такая счастливая, в общем, там, чуть ли не на полмиллиона набрала одежды, думаю, всё, а мы ещё не знакомы, то есть наша первая встреча. Если Роза придёт, меня расцелует, ну потому что, ну прям, вау, набрала дорогих вещей. Я ухожу, я ухожу с проекта, я не буду ничего надевать, вообще вы меня не знаете, в общем, вы сошли с ума, как так можно относиться к актрисе, вы не понимаете, что это всё плохо. И просто мы такие, всей командой, такие так. Вот. И я её успокоилась, сказала, что я сейчас всё перепридумаю, всё будет хорошо. И мы с ней, вообще мы обе побычили, я прошу прощения, да, похорохорились, вот, пошли перекурили, курила редко, ну в общем, мы с ней пошли, перекурили, нащупали какое-то решение совместное, да, я полностью сдала всё, что я купила на неё, полностью, полностью перепридумывала стиль, и ей дальше было комфортно. То есть, она на самом деле любит вот такие силуэты, и она увидела на мне костюм, говорит, я хочу вот так, почему ты меня не одеваешь, как ты себя одеваешь, да, давай как бы в тебя поиграем. И мы перепридумывали полностью весь гардероб, и к концу проекта мы прямо обнимались вообще, как бы такие подружки, всё было классно. Но это тоже часто история, потому что какие-то актёры говорят, ну, мне немножко некомфортно, может быть, другой силуэт джинсов, да, а вот бывает и вот так, да. Потому что всё-таки, помимо того, что мы решаем какую-то творческую задачу, режиссёрскую задачу, да, нам ещё очень важно, чтобы актёрам в этом было комфортно, чтобы они нащупали образ, потому что есть актёры, которые говорят, я пока не одену одежду, я даже не понимаю вообще, кто я, да, помоги мне нащупать, кто я, что я за персонаж, поэтому это, конечно, если актёру супер некомфортно, да, ты можешь расстроиться, поплакать, пойти, да, в уголочки, но ты должен полностью перепридумать всё. Зависит от бюджета. Я, конечно, очень люблю, когда мне дают хороший бюджет, возможность нанять скетчера, который по моим там каким-то идеям красиво нарисует задумки, нанять команду из закройщиков и швей, и вот мы там отшили, да, что-то. Но чаще всего получается просто совмещать, я так скажу. То есть то, что невозможно найти, я отшиваю, потому что всё-таки, конечно, очень хочется что-то своё делать, правда, да. Вот говорили как раз про дизайн, да, что художник по костюмам ближе к дизайнеру, чем к стилисту, и, конечно, хочется своё придумать, своё изделие какое-то, да, но чаще всего это смесь брендов, да, какой-то брендовой одежды, потому что я стараюсь не масс-маркет использовать. Сейчас вернусь в мысль к масс-маркету. Значит, это бренды, это какие-то шоу-румы, да, прокатных одежд, это, в том году в Питере, на самом деле, очень много нашла классных шоу-румов, была благодарна, там, с амплитудой, мы в том году много работали, такой бренд у вас есть. это Авито, у вас это Уделка, вообще, всеми любимых художников по костюмам, прийти на Уделку и там скупить кучу всего. То есть, мы в том году собирали сериал Ла Мода, Валберис, Уделка, Авито, отшивали, и дорогие бренды, типа, Карл Лагерфельд, Пинка, в торговых центрах здесь ходили. То есть, это вообще просто абсолютная смесь всего. Сказала, что не люблю масс-маркеты, сейчас объясню, для меня страшнее нет ничего, когда я смотрю какой-то сериал, я полностью погружена, да, он классный, все, я верю в происходящее, и тут я вижу кофточку за руку, как у меня, да, и все, и история просто не работает. То есть, я уже не верю в эту героиню, да, я не верю в то, что это какая-то, ну, интересная ситуация, да, потому что просто я эту вещь знаю, и я понимаю, что она просто вот куплена полгода назад, а на дворе, например, там, не знаю, по сериалу 2010 год, и это там что-то интересное, да, все, рушится вся магия, поэтому я очень стараюсь не использовать масс-маркет, как минимум, хотя бы современный, да, нулевых, окей, но нулевых и дальше, да, но современной точно нет. Анна, скажите, пожалуйста, а если с употреблением масс-маркета нету какой-то ошибки, что, допустим, кофточка, как в ситуации, которую вы описали, не к месту, технологически не совпадает, не делает ли это, наоборот, погружение потенциального зрителя еще ближе, потому что вещь такая же, как есть у него, как есть у любого другого, вот она у героя кино, значит, это, возможно, действительно происходит рядом с нами, и ты веришь еще больше, не может быть. Ну вот у вас, у меня такой был вопрос, я на канале написала про икеевскую акулу, наверное, все знаешь, что такое икеевская акула, да, и в сериале «Исповедь служанки», кто смотрел, да, рассказ служанки, там смотрели кто-то, да, там есть как раз сцена, где появляются акулы из Икеи, а там придуманный, как бы, мир, да, то есть там такая, ну, не антиутопия, ну, в общем, антиутопия, скажем так, и для меня это было разрушением, если честно, потому что условно ты смотришь, хотел сказать, что Арсона Уэллса, 1984, Арсона Уэллс, да, вот, и у вас у тебя, ты смотришь, да, и у тебя у вас икеевская акула, ну, для меня это не работает, или в «Убивая Еву», там в какой-то момент Филанель появляется как раз в куртке из Зары, такой, с бахромой, вот, и для меня это тоже было, ну, потому что история такая очень полусказочная, да, она такая, не то чтобы это такое true crime, да, это не сериал «Бригада», где все по-настоящему, как будто бы, да, ну, то есть понятно, что убийцу в Виланель в современном мире очень бы поймали быстро, да, это все-таки такая полуволшебная история, и бац, куртка из Зары, да, и для меня магия исчезает в этот момент, то есть для меня это сильно режет глаз. С каким бы режиссером вы хотели бы работать? Какое, ну, каким киром, может, историческое, вот что вам нравится, какие годы снимать? Ну, про годы я сказала, я люблю современность, да, я люблю современность, я люблю 20-й век весь, у меня периодически любовь к 140-м, безумная, только к 70-м, я, то есть, прохожу все эти стадии любви к определенному периоду, сейчас бы, наверное, взялась бы за, даже не знаю, за 30-е, 40-е, ну, наверное, американские, да, европейские, потому что у нас, в силу сложившейся истории, 30-е, 40-е, 50-е, мы как бы не реагировали на то, что происходит в современном, да, в мире, и у нас такие очень мешковатые силуэты, чаще всего, да, такие размазанные, вот, мне интересно, конечно, работать с более четкими капсулами, да, с режиссером, очень хочется какого-то своего, своего режиссера, потому что все художники по костюмам, которых я люблю, и современных, например, Милена Кананера работала очень долго с Кубриком, потом Кубрика не стала, она стала работать с Уэсом Андерсоном, да, она вот все фильмы его делает, Майкл Каплан всегда работает с Финчером, моя самая любимая на свете, Сэнди Пауэлл, всегда работает с, со Скорсезе, вот все фильмы Скорсезе делала Сэнди Пауэлл, и эта вот синергия художника и режиссера не очень притягательна для меня, да, есть режиссеры, которые постоянно меняют, художников, которые родили, например, да, или там, ну, много-то меняют, да, но есть режиссеры, и это чаще всего встречается, кто работает постоянно с одним и тем же, потому что вы друг друга уже понимаете, вы не надо другому ничего объяснять, вы сработаны как в жизни, так и на площадке, да, и вот мне как раз хочется, я пока нет такого режиссера, у меня есть такие рекламные режиссеры, с которыми мы лет 10 уже, да, снимаем, вот, но именно киношным режиссером я такого нет, с которыми, вот, мне хочется, наверное, какого-то, вот такого, с которыми мы еще будем 30-40 лет дальше снимать кино вместе. Ну вот Таня Долматовская снимает с Кириллом Серебренниковым уже много лет, все работы, очень классный союз, да, супер. Вот из тех, кого я знаю, из наших отечественных, современных. Спасибо большое. Дорогие друзья, у кого еще остались вопросы, у нас несколько минуточек до конца встречи. Давайте, наверное, с вас начнем, потом ваш будет замечать. Вообще не помню. Давайте второе. Вопрос не слышно, да? Первый вопрос. Какой был первый у меня проект? Я, конечно же, его не помню совершенно, потому что, когда я придумала, что я стилист, так по образованию переводчик немецкого, поэтому то, что я стилист, я придумала сама для себя, вот. Когда я придумала, что я стилист, я очень долго работала просто бесплатно, нарабатывая навыки, ассистируя, просто знакомясь с индустрией, да, и так как индустрия маленькая, я всегда всем своим и нынешним ассистентам, и своим студентам говорю, что не бойтесь работать бесплатно, если вы, правда, талантливы, вас заметят, и все у вас будет хорошо, и будут у вас гонорары, и все у вас классно сложится. Об этом еще первый проект не вспомню, потому что была какая-то череда, ну вот, я помогала, да, что-то делать, вот. Первый самостоятельно даже не скажу. А второй вопрос был, какая, сколько времени от... Если это реклама, то бывает так, что, привет, мы снимаем Яндекс, у тебя 80 актеров, завтра в кадре, да, ну, то есть, условно говоря, да, ну, как бы, обычно, если это Яндекс, то это три дня, три дня от мудборда до 500 миллионов правок, сбор костюмов, примерка, да, ну, то есть, три дня недели, если это реклама, это очень быстро, да, все происходит. Если это кино, то, ну, обычно, в идеале, это как бы полгода, это в идеальном мире, так никого не бывает. Потому что для нас, да, из художников очень важно, кого утвердили на роль, да, потому что бывает, что на одну и ту же роль пробуется, например, не знаю, комичный доктор, и вот пробуется невысокого ростика и очень полный, да, и высокий какой-нибудь долговязый, очень худой лопоухий. И в зависимости от того, кого утвердят, вы будете разрабатывать по-разному даже гардеробы, да, просто от типажа вы будете отталкиваться. Очень часто утверждают в последний момент. Да, то есть, вроде бы, у вас было полгода, но актера утвердили за три недели до начала съемок, да, и вот, в общем, вы носитесь, пытаетесь как-то собрать костюмы. В этом в идеальном мире полгода, по факту, по факту месяц-два, да, от задумки до первой примерки, лишь первая примерка обычно художник делает для себя, что просто посмотреть, покрутить актера и понять, да, самим актерам, что работает, что нет. Вторая примерка уже, она, может быть, финальная, может быть, нет, да, но третья обычно уже точно все. Вот, поэтому, так, ребят, надо очень быстро подписывать книги, да, я так понимаю. Да, ну еще у нас вопрос был, мне кажется, да, вот там вот в центре, пожалуйста. Можете ли вы по внешнему виду человека из реальной жизни угадать какие-то черты характера с мужем? О, хороший вопрос, кстати. Я немножко иногда как маньяк выгляжу. Значит, вопрос, могу ли я по внешним чертам человека и жизни угадать черты его характера, да, по внешности черты характера. В общем, я почему-то пришла в профессию, потому что я с детства, я уже сказала, что я с четырех лет читаю, и в четыре года я, значит, прочитала всего Шерлока Холмса, в пять по Ларо, значит, и потом мне Артур Хейли уже пошел, я такой детектив-оман. И это очень связано с моей профессией, да, потому что как раз мне и надо через костюм показать, как Шерлоку, да, угадать, мне надо показать какого-то героя. И я очень часто в кафе, в метро просто вот так вот сижу и думаю, такие грязные туфли и такие дорогие часы, почему? И вот я вот сижу, или там видно, что очень дорогие украшения, но я знаю, что эта футболка, она там, не знаю, из магазина твоё, да, но видно, что картье, да, ну там, ну не картье, но хорошо, ну там, я знаю, что это оригинальное там какое-нибудь кольцо, да, за кучу денег, я думаю, это кольцо от бывшего, да, кто его подарил. То есть я очень часто играю вот в эту историю, угадая, да, почему человек вот так одет, угадая, да, что стоит за его внешним видом. Это мне, конечно, очень в профессии помогает. Поэтому да, я так делаю, честно скажу. Супер вопрос, давайте на этом закончим. Да, ладно, спасибо большое за неважность, не терпели. Будем с нетерпением ждать новых книг, так что, желаю вас. Спасибо.